Я занимаюсь защитой интересов обвиняемых в наиболее резонансных делах и в то же время защитой интересов потерпевших в таких же резонансных делах. Многие люди говорят, что партия Ширия является последней надеждой Украины. Если не партия Ширия, значит уже нет. Ситуация с правами человека ухудшилась настолько, что я просто не мог позволить себе оставаться в стороне. Партия Анатолия Ширия является особенной партией. Это партия неправящая элита. Все люди, которые находятся в партии Анатолия Ширия являются обычными гражданами Украины, но мы все объединяем, что мы хотим сделать жизнь в Украине лучше. Честность, человечность, законность. Эти ценности близки не только тем людям, которые участвуют активно в партии Ширия, а они близки также тем людям, которые нас поддерживают. Округ достаточно непростой, но я думаю, что мы сможем побороться за победу. Давайте будем вместе. Привет, дорогие друзья. Во-первых, я вас всех поздравляю. Китай ответил, дал ответку, причем в свойственной Китаю манере. Некоторые говорили там, разорвать дипломатические отношения. Ну, я имею в виду из-за Моторсичи и того, как повела себя Украина. Другие говорили, войну начнет. Нет. Китай ответил, тоньше. Ну, они же с самого начала просили действовать в рамках законов и учитывать интересы вкладчиков. Украина забила. Ну, их послали и на них наплевали. И тогда китайская делегация отправилась в Крым. Ну, не тогда, а вот просто независимо. Просто решили посетить Крым. И, конечно же, возникла истерика со стороны Киева, на что Китай ответил очень спокойно и дипломатично, потребовав от Украины не политизировать взаимоотношения китайских компаний с Крымом, поскольку они действуют на полуострове в соответствии с рыночными принципами. Что вам надо? И кто-то может сказать, так они всегда такими были. Не, не, не. Я вам напомню, Китай отказался от огромных денег в 2014 году, отказавшись строить мост через Керченский пролив. Не, не. Это чисто надо поблагодарить Владимира Александровича Зеленского, что у нас теперь нет уже, скорее всего, самого крупного торгового партнера. Ну и однозначно, китайцы, это уже не партнеры наши, они не то что смотрят в сторону России, они с Россией сближаются день ото дня, все ближе. А кто у нас партнеры? Не знаю. Но знаю точно, что наступил день Ге, 15 марта, и мы уже об этом говорили, и оказалось, что слова Дмитрия Гордона немножко не соответствовали действительности. Вернее, как? Оно немножко перенеслось. Перенеслось то самое, что должно было произойти, мы уже говорили, на 5 апреля. И основатель Беллинкэт Эллиот Хиггин сообщил, что фильм все еще в производстве, дал понять, что пресса спекулирует на теме расследования. В общем, Гордон попал, в принципе, в ту же самую ситуацию, в которую попал Минздрав, пообещав тоже 15 февраля, начав вакцинацию. Вакцинация так и не началась. Взамен сейчас лепятся фуфловые опросы, в которых украинцы вообще ни во что не ставят этот коронавирус, даже о нем не думают. Вообще вся ситуация с вагнеровцами очень нешуточная, а сейчас превращается в какой-то фарс именно из-за политизации. Началось с того, что Порошенко заявил, что он начал операцию по вагнеровцам. Он вообще в последнее время заявляет, что все, что делает эта конченая власть, хотела сделать его конченая власть, да просто не успела. И вот в отношении телеканала, в санкции Медведчук и все, Порошенко тоже очень этого хотел, да, просто руки не доходили. Вот и с этой спецоперацией давно стало понятно, что правду о ней мы узнаем тогда же, наверное, когда узнаем правду полную про MH17. А с учетом того, что в тему зашел Порошенко, здесь уже не будет идти речи о независимом расследовании. Скорее всего, будут пытаться выставить этих конченых совершенными предателями, чтобы те конченые выглядели не такими уж и предателями. Кто еще в теме? Как сообщает Гордон, Порошенко дал интервью Беллинкэт. В теме еще отъявленный парохобот и мразь Юрий Бутусов, также некий негласный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко, Турчинов, вероятно всего, и депутат Европейской солидарности Михаил Забродский. Понятно, что все эти достопочтенные лица будут представлять историю только с одной точки зрения. Впрочем, я думаю, что эта точка зрения на самом деле правильная. Сам же глава офиса президента Ермак внезапно отказался давать комментарии. Таким образом, реальная история будет представлена только с одной стороны. И вот это странно. Дело в том, что отказываются от диалога тогда, когда не хотят легитимизировать тему. Потому что если разный бред начать обсуждать, то ты типа, ну, как бы, даешь заряд этому бреду. Ну, вот, к примеру, история о том, что Мендель беременная. Она начала это обсуждать, тем самым вынесла это на уровень уже офиса президента. Но фишка в том, что когда скандал по поводу вагнеровцев только начался, офис президента обвинили в сливе операции, а банковая начала отвергать претензии. Решительно отвергали. Они привлекли силовиков, которые официально опровергали, что такая операция вообще имела место быть. Ермак отправился к Шустеру, там рассказывал, что это все детективная история, выдуманная. И все вот это вот, все это расследование выдержано в духе, конечно же, российской пропаганды. В общем, приплетай российскую пропаганду по любому поводу. Необходимо вспомнить детали. В августе в Минске задержали группу лиц, которые как будто бы имеют отношение к ЧВК Вагнер. Лукашенко сильно насторожился, потому что он решил, что это Москва отправила туда специально подготовленных людей, для того, чтобы его свергать. Тут же появилась Украина, которая начала настаивать на выдаче этих ребят и уже потирала руки. Но потом прошли президентские выборы, Лукашенко столкнулся с массовыми, как для Беларуси, протестами, никогда такого не было. И вынужден был примириться с Путиным, после чего вагнеровцы передали России. После этого Украина закатила, ну в лице власти, закатила натуральную истерику. Натуральную истерику. И включилась личная обидка Зеленского, по всей видимости он уже мнил, как он будет выставлять себя королем, гением, который выдумал такую операцию. И поэтому перестали Лукашенко считать легитимным президентом. Впрочем, тут надо отметить, что получилась бы история с вагнерцами, не получилось бы. Они все равно вряд ли пошли бы в разрез с официальной политикой Соединенных Штатов Америки. И поэтому Лукашенко в любом случае не считали бы. Тут, кстати, интересно, что Лукашенко сейчас не считают легитимным, но при этом торговля с Беларусью, которую возглавляет нелегитимный президент, продолжается. Вот же ж не задача. Журналист Александр Коц тогда опубликовал расследование, в котором доказывал, что к случившемуся имеет отношение СБУ при поддержке западных кураторов. Как будто бы целью операции было вбить существенный клин между Российской Федерацией и Беларусью. Я должен заметить, что описание Александром этой операции, это большой комплимент по поводу дееспособности украинских спецслужб, которые могут кошмарить политологов, монтировать видео под балалайку и предъявлять клоунские подозрения. И вот возможно, что именно поэтому, после того, как конченый парахобот Бутусов и агент Набу Шевченко представили эту историю под другим соусом, что, мол, эта операция была намеренно слита офисом президента, человеком из офиса президента, российским спецслужбам, это все было очень удобно представлять, как российские нарративы. Смотрите, они повторяют месседжи российской пропаганды, выпишите им, пожалуйста, подозрения по государственной измене. Однако, под действием офиса президента можно четко понять, что на самом деле что-то было. Чем ближе был выход расследования, то есть чем ближе было к 15 числу, тем больше фонтанировал всевозможными идеями Андрей Ермак, как бы, знаете, как сбрасывая с себя горящую шапку, потому что у него то мирные какие-то инициативы и так далее. После этого многие люди, в частности, и мы тоже начали всерьез волноваться, как бы они к 15 числу не начали реально войну для того, чтобы сместить акценты, убрать фокус внимания и так далее. Это было реальным, это и сейчас кажется реальным, даже в свете того, что выход данного фильма отсрочен до 5 апреля. Может, к 5 апреля начнут военные действия. Ходит слух, и я назвал бы это даже уже не слухом, а информацией, что удалось порешать, удалось договориться. В частности, окружение Ермака выдает именно такую информацию. Дело в том, что они с коллегами и даже глава, главного управления разведки, выходили сами на британскую разведку и призывали повлиять на Беллингкет, четко понимая, что Беллингкет связан с британской разведкой. Говорили, что во время визита в Украину расследователи встречались с представителями офиса, которые предлагали замять скандал. Хотя в офисе президента такую встречу отрицают, с другой стороны, они не могли ее подтвердить, учитывая скандалище. Но перенос фильма. И в Беллингкет утверждают, что это связано просто с желанием сделать его качественно, а не с тем, что полностью его концепция теперь режется из-за того, что договорились. После появления в теме Ермака основными спикерами данной темы от Зеленского стали ломы офиса президента. В частности, тему начал комментировать Михаил Подоляк. Он назвал это расследование фальшивой музыкой Вагнера, сославшись на заявление нового главу ГУР Кирилла Буданова, отрицающего такую операцию. То есть тот наотрез. И вообще все это российский вброс, операция слишком сложная, рискованная для международного имиджа. Потом Подоляк отмахивался от слов Богдана. Дипа это выдуманная операция. Он даже в одном из интервью, он прямым текстом назвал это выдуманной операцией. Но фишка в том, что Подоляк никто. Он третий разрядный чиновник. И он не несет, однозначно не несет никакой политической ответственности за то, что говорит. Тем не менее он комментирует от Офиса Президента. Вот не несет никакой ответственности и Арестович. Но он ранее говорил, что представленная в СМИ версия о перемещенных вагнеровцах является нелогичной. Теперь же пообещал, что если эту тему будут расследовать, то Порошенко и экс-начальник главного управления разведки Бурба дождутся сюрпризов. То есть вполне может оказаться, в связи с тем, как действует СБУ, что Порошенко не только начал эту операцию по вагнеровцам, но скорее всего он и есть предатель и он ее слил. Тут следует вспомнить историю с Бурбой. По версии Конченова Бутусова, он был уволен после того, как предложил пройти полиграф лицам, которые на совещании в офисе обсуждали данную операцию. Сам Бурба в комментариях потом говорил, что у него нет претензий к главнокомандующему. Просто случилась ротация кадров. Но вдруг внезапно в начале года у Бурбы его практически вышвырнули, выселили и отобрали госохрану. И по этому поводу очень сильно возбудился Порошенко, намекая на то, что в принципе одного из главных свидетелей этого слива могут убить. Причем, что вы знаете, как убьют и скажут российские спецслужбы. Очень интересно, как грантаеды это освещали. К примеру, громадские. Поместили это в один ряд с фейком про подрыв Бейрута украинцами. Потом еще освещали этот эфир у Шустры, где появлялся Ермак. Отрицал якобы операцию СБУ. Предложил создать центр противодействия пропаганде. А теперь вы понимаете, для чего была придумана эта структура. И почему ее открытие анонсировали на 16 число, то есть на следующий день после планировавшегося выхода Беллинкет. Не знаю, не знаю. Возможно это связано с тем, что громадская работа уже с офисом президента, как в деле о похищении Виктора Ширия, отбеливанием вонючей вакцины Кавишит и так далее. Занимательно может переобуваться в воздухе радио Свобода, потому что в одном материале оно интервьюировало офицеров и военных обозревателей, которые называли сюжет с операцией мистическим, нереальным и ложным. И вообще эта Россия хотела использовать вагнеровцев в Беларуси, а теперь пытается ввести в заблуждение. А уже через месяц они привлекли другого расследователя Григория Мельченко. Это тот самый, который в эфире прямого назвал евреев нехорошим словом, но, кстати, ни Пряму, ни Амельченко за это не привлекли. Так вот Григорий Амельченко, он выступает за создание народного трибунала против Зеленского. И он доказывает, что в действиях Зеленского и Ермака есть явные признаки государственной измены. Якобы американцы затем и проводили эту спецоперацию, чтобы выявить крота в команде президента, а сам Зе позвонил Путину, и тот ему что-то предложил в обмен на сдачу вагнеровцев. Короче, если откровения Беллинкэт не окажутся даже какими-то сенсационными, я лично ничего суперского оттуда не жду, они способны повлиять как холодный отрезвляющий душ на самого этого Зеленского. Пока понятно, что наши заокеанские партнеры выжидают, потому что их больше интересуют другие темы. Хотя сбить главу ОП, который контактировал с Жулианей, тоже не против. Круче всего в тему вцепилась британская разведка. BBC уже опираясь на мнение таких авторитетов, как Турчинов и Бутусов делают там свои заявления. Фишка в другом. Что если такие расследования выйдут и в нем таки что-то будет, это значит, что личная встреча Зеленского с Ми-6 не помогла предотвратить это расследование. А это в свою очередь значит, что Зеленский таки умеет, отлично умеет выбирать себе друзей. И в принципе то, с чего я начал про китайцев, тому ярчайшее подтверждение. Спасибо дорогие друзья, с вами была Политинформация. До новых встреч. Он говорит неправду. Нет никаких оснований для запрета партии Шария. Что-то очень резко изменилось. Мы следуем ситуацию. Конечно, мы виноваты, которые происходили в прошлом против Шарии партии. И мы включили эти вопросы в нашем репортинге. Это беспредельщики. И они думают, что они на всю жизнь, и что им никогда не предоставили вести за ответственность. И ни Зеленский, ни другу, почему-то в упор не видят нормы международного права. И считают, что так можно, по сути, бороться с инакомыслием и с политическими оппонентами. Абсолютно спокойно и с пониманием отнесемся к закрытию партии. Другая история, что делают депутаты, для которых избрал народ. Зеленский на самом деле выбрал свою судьбу. Вот это судьба, это пожизненное заключение. То, что он сейчас уже успел наделать, это на ПЖ тянет легко. 15 лет только так.